Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой эфир и хочу его посвятить выборам, которые состоятся 9-10 июня. Вчера мы объявили в чате активист ДВК, что 9-10 июня мы призываем наших сторонников выйти на общенародный освободительный протест с требованием отменить эти выборы, с требованием провести справедливые выборы. Я сейчас хотел бы изложить нашу позицию по этим выборам, хотя я уже немало раз объяснял, что эти выборы нелегитимны, но я хочу изложить новые аргументы и объяснить, почему мы призываем всех наших граждан выйти 9-10 июня на общенародный освободительный протест. Мы все знаем, что Назарбаев у власти 30 лет. За эти 30 лет он шаг за шагом укреплял только свою личную власть. Он разогнал два раза парламенты нашей страны в 1993-1995 году. Провел так называемый референдум, который продлил его власть до 2000 года. И в промежутке до 2000 года он шаг за шагом усиливал свою позицию, шаг за шагом давил оппозицию, шаг за шагом отбирал наши права, наши свободы. Последние выборы были в 2005 году, когда еще оппозиция могла выставлять единого кандидата, еще оппозиция могла сопротивляться и существовали какие-то партии, политические партии, которые с большим трудом были зарегистрированы в нашей стране и сумели создать объединенный блок. Это был последний 2005 год. С тех пор в нашей стране не было ни одних выборов, чтобы представители оппозиции были допущены, их кандидаты на эти выборы. Более того, оппозиция как структура, как политическая организация в Казахстане после 2005 года шаг за шагом перестала существовать. И нынешние партии, которые существуют в Казахстане, они все провластные. Сам Нуратан, так называемая КНПК, партия коммунистов, это не партия коммунистов, была единственная партия коммунистов, которую возглавлял Сергей Болсон Абдилен, и она была ликвидирована. И был создан этот фейк во главе с Косаревым, которому сейчас более 80 лет. Это фейковая партия власти, якобы оппозиционная. Партия Акжоу во главе с этим плакальщиком, который сейчас якобы представляет бизнес, тоже это партия власти. Партия ОСДП, которая сейчас переименовалась, называется Аптикат, тоже это партия под контролем власти. В нашей стране партии и общественные объединения, которые могут оппонировать власти, они не могут существовать. Вы прекрасно знаете, что совсем недавно эта власть это продемонстрировала, когда за пустой плакат молодой человек был задержан в Уральске. Когда две девушки просто изображали пустой плакат, они попали в полицию. Когда молодежь просто на футболках написала «Свобода Босса Андых», они тоже попали в полицию. Поэтому я надеюсь, что многие наши граждане перестанут быть наивными. Верить, что якобы в нашей стране существуют оппозиционные партии, легально, легитимно. Что якобы в нашей стране можно зарегистрировать партию и пойти на выборы парламентские. Якобы в нашей стране есть независимые кандидаты, представляющие оппозицию. Якобы это Касанов, мы должны окончательно избавиться от иллюзий, посмотреть правде в лицо. Правде лицо. Совсем недавно молодые люди просто повесили баннер, написанный, где было написано «От правды не убежишь», их посадили на 15 суток. Совсем недавно молодой человек просто процитировал в строчке Конституции некоторые статьи и он был оштрафован. Как можно верить, что якобы эта власть допустит на выборы оппозиционного кандидата? Совсем недавно Сергей Дуванов, один из известных публицистов, диссидента, противника режима, публиковал статьи с призывом голосовать за Касанова. Якобы, что это позволит доказывать на этих выборах, что итоги выборов сфальсифицированы, показать лицо режима и таким образом начать вследствие этого какие-то протесты. Но уже как неделю Дуванов заявил, что это не тот человек. Уважаемые друзья, не может никто из представителей народа, который реально является противником власти, попасть на эти выборы, если он не является куклой Нурсултана Назарбаева. Мне один из моих подписчиков задал вопрос, кто лучше, Такаев или Касанов? Таким образом пытаясь сказать, давайте выберем лучшего из худшего. Я по этому поводу ответил очень просто. Мы говорим, что Касанов ставленник режима, что он кукла власти. Кто эту куклу изготовил? Назарбаев. И мне задают вопрос, кто лучше, кукла или тот, кто изготовил эту куклу? Это, знаете, звучит так, как приблизительно у короля Саудовской Аравии, когда его упрекнули, что в Саудовской Аравии у народа нет выбора. Он сказал, у моего народа есть выбор между моим старшим сыном и младшим сыном. И сейчас все те, кто пытается отдать свой голос за Касанова, как раз находятся в той ситуации, когда голосуют за старшего или младшего сына Нурсултана Назарбаева. Какую бы риторику Касанов не применял, это все смонтировано властью для того, чтобы эти выборы сделать легитимными. Показать, что народ пришел на выборы, что выборы были демократичными, а результат его уже заранее известен. Глава Центральной Избирательной Комиссии, это Куда Дарьи Назарбаевы, СВАД. И вся Центральная Избирательная Комиссия и ее представители на местах организованы таким образом, чтобы сфальсифицировать итоги выборов. Когда кто-то призывает, что нужно 10 тысяч наблюдателей поставить по всей стране минимум, и таким образом добиться, чтобы выборы контролировать, это наивные люди или те, кто реально работает на режим Дусултана Назарбаева. На всех этих избирательных участках сидят представители власти, полиция и никаким наблюдателям не дадут осуществить реальный контроль. Более того, очень много механизмов, когда эти бюллетени просто будут подменены. Поэтому я еще раз обращаюсь к тем гражданам, которые хотят реально добиться перемен. Вы должны осознать, Назарбаев не для этого 30 лет строил эту диктаторскую власть, не для этого он сотни и тысяч людей противников режима отправлял в тюрьмы, не для этого он убивал Алтымбека Сарсимбаева Замамбека Нуркадилова, не для этого все эти годы он не давал возможности альтернативным кандидатам появиться и поучаствовать на выборах президента, чтобы вдруг через 30 лет прозреть, стать хорошим и допустить якобы кандидата от оппозиции на эти выборы. Вы все должны понимать, он не изменился, он не изменится никогда, не изменится никто, кто придет на эту позицию по команде Нурсултана Назарбаева. Поэтому мы должны избавиться от иллюзии, избавиться от иллюзии и четко для себя решить. Эти выборы нелегитимные. Есть аналитики, которые заявляют, что нам нужен повод для того, чтобы сказать, что эти выборы нелегитимные, повод для того, чтобы организовать протесты. То же самое Сергей Дуванов в частности говорит, что вот нам нужен повод. Другие тоже говорят, давайте проголосуем за Хасанова, чтобы получить повод и затем выйти на митинги. Это обман, потому что поводов у нас и так достаточно. Как можно голосовать за человека, который власть сознательно допускает на выборы и играет в их игру? Он в сговоре с ними, то есть говорится, не голосуем за одного человека Нурсултана Назарбаева, зато голосуем за другого. Что за выбор? О чем вы говорите? Мы считаем, что эти выборы нелегитимны уже с самого начала. Нам не нужно искать повод. Я уже говорил, что тем, кто не очень хорошо понимает, что это за выборы, что в семнадцатом году и в восемнадцатом году Нурсултан Назарбаев провел в законодатель страны различные поправки, суть которых в следующем. Вы не можете выдвигаться на позицию президента, если вы не проработали пять лет на государственной службе. И вы не можете выдвигаться на позицию президента, если вас не выдвинут партия или республиканское общественное объединение. Все партии в стране находятся под контролем Нурсултана Назарбаева. Значит, кандидат будет только от власти. Все республиканские общественные объединения должны иметь девять филиалов в стране. Зачем, например, общественные объединения, которые защищают интересы нефтяников Мангустал, иметь филиал, например, в Северном Казахстане или в Астане или в Кустанае? То есть законы так построены, что эти объединения могут быть созданы только при поддержке и при согласии власти. Та организация, которая якобы выдвинула Амиржана Косанова, не является республиканским общественным объединением даже по требованию действующей власти. У них из девяти филиалов существует всего четыре, три находятся под исками налоговых органов и даже и в этом случае не набирается девять филиалов. Тем не менее, общественное объединение Олотардаре выдвигает Косанова. То есть вы понимаете, что власти это нужно и выгодно. Это просто прямо демонстрирует, что власть в этом заинтересована. И нас призывает голосовать некоторые люди за Косанова, когда мы видим, что его выдвигает сама власть. Эти выборы нелегитимные, потому что по нашей Конституции каждый гражданин равен перед законом. Что значит равен перед законом? Это значит любой гражданин, если вопрос стоит о выборах, должен иметь право выбирать и избираться. Независимо от того, ты государственный служащий или ты парикмахер или ты рабочий. Это безусловное право, конституционное право нашего закона. И перед законом все граждане равны. Здесь же как получается, что на выборах президента могут участвовать только те, кто работал на государственной службе. Таких в нашей стране, наверное, за весь период правления султана Назарбаева наберется в лучшем случае пару процентов от всего населения. То есть получается больше чем 95% населения лишены избирательного права избирать и быть выборными. То есть уже изначально эти поправки противоречат Конституции Казахстана. Они являются незаконными. Значит эти выборы незаконны, нелегитимны. Более того, я скажу вам так. Казахстан подписал множество соглашений международных, которые тоже нарушаются этими поправками, которые внесены в 2017 году Нусултаном Назарбаевым. Эти международные соглашения говорят о следующем. Не должно быть никаких дискриминаций ни по профессиональному признаку, ни по национальному признаку, ни по территориальному проживанию и так далее. Поэтому все те, кто ищут поводы, чтобы заявить, что эти выборы нелегитимны, им не нужно идти на избирательные участки, что-то зачеркивать, фотографировать, доказывать, что и голос был украден. Это не нужно делать, потому что вы никому ничего не докажете. Потому что нынешние суды, они все подчиняются Нурсултану Назарбаеву. И у нас многолетняя практика, когда вы подавали иски суды, эти суды просто принимали те решения, которые выгодны власти. Так было на парламентских выборах и в начале 2000-х годов, в 2004-м году и позже. И когда были выборы в 2005-м году, когда оппозиция объединилась в единый кулак и были массовые фальсификации, суды Назарбаева принимали те решения, которые были ему озвучены этим судьям из кабинета Нурсултана Назарбаева. Поэтому нельзя быть наивными. Этот режим что хочет добиться? Он хочет этот народный протест спустить в пар. Многие из вас ждут какого-то чуда. Говорят, почему ООН нам не помогает? Когда же ООН остановит беспредел Нурсултана Назарбаева? ООН не может этого сделать. Не должно быть никаких иллюзий. Почему западные суды не накажут Нурсултана Назарбаева? Почему не приходят голубые каски ООН? Почему Соединенные Штаты Америки не мешаются? Почему западные страны молчат? Это звучит повсеместно от наших граждан, которые при этом абсолютно не интересуются жизнью этих стран. Они себя не задают вопрос. А почему они это должны делать? Мы разве приходим, приезжаем в Соединенные Штаты Америки, диктуем им, возмущаемся какими-то их проблемами? Или в Западную Европу? А почему они должны прийти за нас все решить? Казахстан наш дом. И вам же не приходит в голову, когда вы у себя в квартире видите соседа за метров 50 и вопрошаете, спрашиваете у него «Эй, сосед, почему ты не приходишь ко мне домой, не убираешь мою квартиру? Почему ты, сосед, не приводишь ее в порядок? Почему ты, сосед, не кормишь моих детей? Почему, сосед, ты мне не платишь заработную плату? И почему у меня в квартире грязно? Сосед, ты же так не говоришь? Любой человек. И почему, когда это касается вопроса Запада, наши люди начинают вопрошать «А, давайте помогите нам!» Это просто неправильное ожидание. Теперь некоторые из вас говорят «Нам нужен лидер». То есть, опять же, кто-то, лидер Баттер, который имеет броню, у него миллион рук, на него нападает 100 полицейских, он раскидывает, и люди за ним, за его спиной идут и меняют этот режим. Вы знаете таких людей, кроме мультфильмов и американских фильмов? Я не знаю. И вы прекрасно знаете, что такого лидера нет. Вы прекрасно знаете, что этот режим таких лидеров сажает в тюрьму и отстреливает, убивает или преследует по всему миру. И преследует он, потому что народ молчит. Потому что народ хочет, чтобы все пришло просто так, без борьбы. Но этого не бывает. За независимость борются. За улучшение жизни человек борется. Часами работает, трудится. Просто так к вам блага домой не придут. Так и касается смены этого режима. Борьбы с политическим режимом у султана Назарбаева. Пока мы все не объеднимся, пока мы все не выйдем на улицы страны, мы не добьемся никакого успеха. Что хочет сделать этот режим? Он хочет вас позвать на выборы. Что вы положили в урну эту бумажку, которая в итоге будет подделана. И этот режим таким образом вам формирует надежду. Что оказывается, можно бросить в урну бумажку, и на следующий день все изменится. Вы все прекрасно знаете, что так не будет. Не для этого, но султан Назарбаев 30 лет давил оппозицию, давил лидеров, сажал их в тюрьмы, чтобы просто так, бросив в урну бумажку, отдать власть, чтобы просто так потерять свои 200 миллиардов долларов, которые он украл у народа при его молчаливом согласии. Вы прекрасно понимаете, что этого не будет. И когда такие люди, как Хусанов, идя на сговор с властью, пытаются так поддержать ваши иллюзии, что якобы вы бросите бумажку, и у вас все изменится, это из серии тех самых надежд, которые не реализуются. Когда вы думаете, что придет Запад, когда вот придет какой-то герой, Батер, этого не будет. Батером является сам народ. Пример Армении, Грузии и многих стран показывает. Когда выходят на улицу десятки тысяч людей, именно тогда все меняется. Действительно, этот режим, сам Нурсултан Назарбаев добровольно власть не отдаст. И все те, кто переживает, что этот режим будет стрелять, они зря переживают. Потому что, когда на улице выходят десятки и сотни тысяч человек, ни один человек, работающий в полиции, не сможет поднять руку против своего народа. Когда мне приводят пример Жан-Озень, вы вспомните, там было меньше 500 человек, просто стояли 7 месяцев на площади, меньше 500 человек. Мы призываем наших граждан, всю страну выйти на митинг 9-10 июня, отменить эти выборы как минимум, а в реальности наша задача добиться смены режима. Именно смены режима нужно добиваться, выходя массово на митинги. Никакие выборы фальшивые, никакие подставные кандидаты типа Касанова не изменят ничего. Вы все должны знать. Только наши решительные действия, только наши объединенные силы сумеют сломить сопротивление этого режима. Поэтому, уважаемые друзья, зная, что Нурсултан Назарбаев уже 30 лет управляет страной, он захватил, он ее узурпировал, он пытается эту власть наследным путем передать членам своей семьи Дориге Назарбаевой, то Каев это подставной президент, который через короткое время будет смещен с этого поста самим Назарбаевым. Вы обратите внимание, сейчас все полномочия юридически находятся у Назарбаева. Можилис несколько дней назад утвердил законы, в котором говорится, что Совет Безопасности Назарбаев возглавляет пожизненно. И сразу же были прописаны окончательные функции, что все руководители местных органов власти, все руководители правительства, фактически все согласовываются и решаются Советом Национальной Безопасности, а по сути Нурсултаном Назарбаевым. Этот Совет Национальной Безопасности состоит из 12 человек, который является подчиненными Нурсултана Назарбаева. Это по закону, который подписал Можилис. Это президент страны, это председатель Сената и Можилиса, это премьер-министр, это руководитель силовых структур. Все 12 человек являются членами Совета Национальной Безопасности и руководителем которого является Нурсултан Назарбаев. То есть у президента, которого вы хотите избрать 9 июня, нет никаких полномочий. Если раньше президент страны мог назначить своим указом Акимов, он назначал своим указом министров, он представлял парламенту премьер-министра и по сути он назначал. Сейчас Нурсултан Назарбаев председатель партии Нур-Атан, который утверждает депутатов в парламент. И его депутаты, которых сам назначит или назначил Нурсултан Назарбаев, принимают законы, которые выгодны Нурсултану Назарбаеву. Правительство Нурсултан Назарбаеву, судьи тоже он назначает и продолжает назначать. Все функции и полномочий президента мошенническим путем переданы в Совет Национальной Безопасности. Руководитель национальной компании назначает Нурсултан Назарбаев. Указы подписаны им в конце 2018 года. Все национальные компании, национальный фонд нефтяной, все богатства страны подчиняются, все решения принимает только Нурсултан Назарбаев. Что изменилось? Фактически мы 9-10 июня избираем президента, у которого нет никаких полномочий. Вы понимаете, на ваших глазах совершается мошенничество. Эти мошенники выставляют кукол подставных и вы, какая-то часть, бежите за Кусановым. Прекрасно зная, что он кукла власти и сами себя обманываете, что вы бросите бумажку в урну и ваша жизнь может поменяться. Этого не будет. Еще раз, не для этого 30 лет, но Султан Назарбаев все давил, чтобы получить максимальную власть в нашей стране. Назарбаев узурпировал власть, он оккупант. Мы шепотом говорим в своей стране. Многие те, кто сопротивлялся режиму, убиты. Я лично покинул страну, пережив все. И тюрьмы, и пытки, и конфискацию бизнеса, и нападения, и все прочее. Преследование за рубежом, кражу моей семьи, захват моего бизнеса. И используя средства массовой информации, Назарбаев пытается дискретировать и меня, и многих других, которые на самом деле являются просто противниками этого действующего режима. Наша страна захвачена. Захвачена султаном Назарбаевым и узкой политической верхушкой. Эти оккупанты, они нам не дают свободно говорить. Они нам дают свободно дышать. Они нам не дают просто жить нормально в этой стране, получать хорошее образование, получать медицинские услуги. Они просто ничего никому не дают делать. Поэтому нам нужно добиваться независимости. Не просто стране. Нам нужно добиваться независимости. Мы должны развернуть освободительную борьбу, выйти на освободительный протест. И сейчас у нас историческая возможность, исторический шанс. Потому что 9-10 июня будут выборы, фальшивые выборы. И мы можем объединиться, объединиться, выйти на площади страны. До конца недели мы дадим свой проект, где и как проводить эти митинги. Мы не предлагаем митинги проводить на отдельных избирательных участках. Мы предлагаем их проводить на площадях нашей страны. Выводить на площади, рядом обязательно присутствуют какие-то избирательные участки. И вы в состоянии пройти под видом, что вы хотите проголосовать, собраться на этих улицах и площадях, где возможно собрать тысячи протестантов. Так произошли изменения в Армении. Используя итоги выборов, используя то, что в эти дни собираются тысячи людей, в Армении сумели добиться смены режима. И мы тоже сможем. Поэтому, уважаемые друзья, я обращаюсь к вам с призывом 9-10 июня выйти на общенародный освободительный протест и добиться смены режима. Добиться отмены результатов этих выборов. Такаев не наш президент. Эти выборы нелегитимны. Я уверен, что как только мы добьемся смены режима, режима начнется новая эра развития нашей страны. Она будет свободная. Мы построим новую сильную страну. Но для этого нам нельзя идти на эти выборы. Для этого нам не нужно надеяться, что бросив в урну бумажку, мы получим свободу. Не нужно надеяться ни на Запад, ни на какие-то силы, ни каких-то мифических лидеров. Нам нужно объединиться, десятками тысяч выйти на улицу, и тогда мы добьемся результата. Мы такие же, как армяне, мы такие же, как грузины, мы такие же, как украинцы. Мы сумеем объединиться. Сумеем, несмотря на то, что некоторые из вас настроены скептически, я уверен, что мы сможем это сделать. 9-10 июня общенародный освободительный протест. Алга, Казахстан!